В преддверии дня космонавтики, обучающиеся IT-лицея Казанского федерального университета, вернулись домой с победой заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Десять старшеклассников представили Татарстан, в том числе семь учеников из IT-лицея КФУ. Три призовых места татарстанской команды распределились среди университетских лицеистов. Их получили Надфулин Айрат, Никаноров Игорь и Гатизов Ратмир. Астрономия вообще знаменита тем, что она охватывает большой кругозор знаний и было довольно интересно их порешать. Смотрел задания прошлых лет, изучал учебники разные, читал много. Астрономией начал заниматься в этом году. Перед ребятами стояла непростая задача – справиться с хитроумными заданиями, подготовленными для них многоуважаемым жюри. К тому же Олимпиада – испытания не только для учащихся, но и для их наставников. Вот кто бы что бы ни говорил, если ребятам показывать примеры, то, что наука, чего может добиться наука, и это все наша страна, тогда, наверное, они сами потянутся к этой науке и сами захотят, в общем-то, заниматься. Главная цель Олимпиады – популяризация космической науки в молодежной среде. Развитие интереса школьников к специальностям аэрокосмического профиля, к истории достижений отечественной и зарубежной космонавтики. Это та история, которую нельзя забывать, это та история, о которой нужно говорить, потому что это наша история. Понимаете, никогда ни у какой страны в жизни не будет Юрия Алексеевича Гагарина, никогда ни у кого не будет. Посмотрите, Георгий Тимофеевич Береговой, который, будучи героем Советского Союза, полетел в космос. Нужно Олимпиадное движение поднимать и нужно самосознание детей поднимать. А наша страна – это же наша. Адель Шамилова, Ленар Товлетиаров, Универ Ньюс.